Ну вот опять я, опять я перед вашими лицами, перед вашими глазами, Ольга Викторовна, то бишь Багира, самая такая, знаете, страшная кошка такая, дикая, лесная. Сейчас я буду готовить плов и хочу вам предоставить вашему вниманию и взаимопониманию. Девочки, мальчики, я к вам уже хотела бы обратиться, да, у меня сломана застежка, сейчас я вам покажу. Смотрите, у меня в хорошем состоянии как бы этот мультиварка, да, мультиварке уже, наверное, более 7 лет, вот, и смотрите, сломала застежка, она не держит, придется тут сейчас скотчем подклеить, да, как бы, когда буду готовить, вот, вот такая застежка. Она с одного края, вот эта штучка сломалась, вот так вот, вот, сломалась и отлетела, вот такая, видите, вот, она вот так стояла здесь, держалась, а теперь ее, конечно, назад не поставишь, пружинка есть. А вот этой застежки нету, девчонки, мне надо поменять вот эту вот штуку, я никак не могу, деньги все жалко, короче, ну и ладно, куплю потом за 1000 рублей, там она стоит полтора или стоит вот эту кастрюлю, да, новую надо купить в ДНС магазине. Вот, и вот эту застежку, понимаете, девчонки, вот она, Филипс, очень хорошая мультиварка. Еще хочу сказать, может быть, у кого-то есть старые, ненужные мультиварки, сгоревшие, да, сломанные, как бы, да, неработающие мультиварки, я обращаюсь ко всем. Вот, и просто, как бы, они стоят у вас, не надо без яд, но там есть застежка, вот такая, может быть, похожая на мою мультиварку, да, вот, и хотелось бы попросить, может быть, кто-нибудь мне вышлет вот такую застежку, если вам не нужна мультиварка, или вы ее собираетесь выкинуть, да, застежка там есть, вот, и вот, как бы, ко всем людям на планете Земля обращаюсь, мне просто нужна застежка. Бывает же такое, да, вот, бывает, просто стоит мультиварка, она тебе не нужна, или сломалась, да, как бы, да, вот, вот, бывает так у людей, а застежка есть, и кто-то собирается, может, выкинуть, не нужна эта мультиварка, можно снять аккуратно застежку и выслать, короче, Ольге Викторовне вот эту застежку. Вот, ну, что хочу сказать, девчонки, у меня позвонила моя подписчица, ну, хоть стой, хоть падай, она сейчас тоже будет слушать этот ролик. Так, я не буду, короче, называть ее имени, да, и не буду говорить, откуда она, девочки, да, она увидела трусы мои, и просто тут у нас тема пошла про трусы. Ладно, у нее тоже такие трусы, только она покупала в другом магазине и все такое. Ладно, я ей говорю теперь, ты, говорю, ставишь мне, говорю, лайки, да, делишься моим каналом, она не знает, что сказала. У меня, знаешь, говорит, память засоряется в телефоне, а если я, говорит, буду ставить тебе лайки, память в телефоне забивается. Девочки, я темнота, я понимаю, что я темнота, но эта девушка у нас тоже среднего возраста, она еще темнее, чем я, оказывается. Как может, блядь, память, да, если ты поставил человеку лайк и поделился, да, в соцсетях, блядь, как может засраться память в телефоне, ёб твою мать, это вообще, это что-то сверхестественное, блядь. Вы понимаете, если ты, да, если ты ставишь лайк, у тебя сохраняется как бы в этом плейлисте, да, и все такое. Сейчас сюда поставлю, он как отнимается прям. И вот, и, короче, так вот, да. Ой, и она мне говорит, вот, я, говорит, это, поставлю тебе лайк, у меня сохранится, память засирается в телефоне. И я говорю, слушай-ка, красавица неписаная, я говорю, это у тебя ватсап, тебе, говорю, на ватсап посылают, говорю, открытки, там, эти звуковые сообщения. Да, говорит, фотографии всякие посылают, блядь, они, говорит, меня все там заколебали, заебали, все такое. Я говорю, так правильно, блядь, посылают, у тебя память засоряет. Память что засоряет? У нас ватсап, да? Этот вайбер, блядь, засоряет память, да? Ну, блядь, ну никак же не эти, не соцсети, ёб твою мать, а? Ну, это же надо просто мозги потерять, чтобы такое мне сказать. И она у меня уже год практически подписана, вы представляете? Она смотрит мои ролики, но ни разу не поставила ни лайк, ни дизлайк, блядь. Не поделилась моим каналом, потому что у нее память в телефоне засоряется. Она обвиняет меня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, она вас почитает, да? Кто-нибудь, блядь, сделайте доброе дело, объясните этому человеку, блядь. Если она мне не верит, понимаете, до такой степени это человек бестолковый. Ей хоть, блядь, как об дерево, горох. Я в шоке, девочки. Просто в шоке. Итак, короче, поехали. Готовим. Что я для плова приготовила? По поводу застежки не забывайте, ладно? Вот. Ой, блядь, я сураню. Я, короче, приготовила. Прямо вообще. Для плова, девочки, я приготовила. У меня нарезанная курица. Я покупала курицу, кожу я не срезала. В плове я этот, кожу готовлю. Ну, что это, какие-то куски без кожи, какие-то с кожи, крылья. Короче, тут нету спинки и грудки. Тут ноги. Ну, короче, вот так, вот такие кусочки. Ноги, этот, крылья. Ой, голени. Ну, короче, все дела. Рис. Рис у меня последний. Тут остатки. Так я бы побольше положила грамм на 100. Тут где-то, наверное, грамм 300 риса. Курица грамм 400. Моркови тоже грамм 400. Нарезанная соломкой. Только соломкой кладу я морковь. Плов. Плов я готовлю очень вкусный. Просто шейф довериальный, сразу говорю. Лук порезала полукольцами. Две средних луковицы. Чеснок чищенный. Кто-то целиковый кладет, но целиковый я не кладу. Это узбеки там, еще кто-то там кладет. Они целиковые куру кладут, блядь, целиковые. Куски такие здоровые. И все это в одной тарелке, потом едят с одной тарелки. Это вообще пиздец. Я не люблю это все. Это нечищенное и вообще кусками. Вот. Приправа. Ну и масло растительное. Вот. Мультиварка моя. Сломанная. У меня и меню, девочки. Вставлю на жарку. 42 минуты у меня автоматом ставится. Вставлю. Так, вот наливаю масло. Масло я где-то налью, знаете, сколько? Я вам сейчас скажу, сколько я наливаю масла. А тоже в зависимости, сколько я готовлю. Если я готовлю полную кастрюлю, конечно, я буду наливать грамм 150 масла. А так я где-то вот грамм, ну, 100 налью. Ой, 150. Грамм 200 я наливаю вообще, если полную. Тут не будет полной, потому что риса мало, девочки. Я не знаю, там грамм 300, наверное, риса. Вот. Налила масло. Оно сейчас разогреется. Масло разогрелось. Закладываю курицу. Обжариваю до полуготовности. Ну, сколько минут, это все зависит, как бы, тоже от разной мультиварки, да, как она готовит. Обжариваю, наверное, где-то минут, ну, 10. Сосить, грубо говоря, как бы, вот так вот. Сейчас я ничего солить не буду. Вот так вот сделаем. Прошло минуты где-то 3. Вот. 4. Изменяюсь. Я переворачиваю. Кстати, по поводу бронхит у меня проходит. Вчера не делала в ванной, пропустила эту корчичную, сегодня сделала. Вот, перевернула немножко корочку. Вот так, это, приоткрытые крышки обжариваю. Ну, крышку приоткрытую, потому что так ее надо открывать, потому что она уже открытая, блядь. Потому что она не закрывается, правильно? Ну, короче, так и так. Вода кипятится у меня в чайнике, чтобы потом залить рис с мясом. Вот. Все это дело, девочки, готовится. Вот, моя курочка жарится, жарится, жарится курочка, девочки. Вот, я ее не буду пережаривать. Она уже такая уже, фактически полуготовая. Где-то уже готовится. Ну, сколько тут, 48 минут было? Да, сейчас 25 уже. Сколько она жарится-то? 20 минут? 25 минут где-то, девочки, жарится. Ой, немножечко сейчас посолю. Так, этой. Где у меня это, такого, соль? Модная-то, адыгейская, адыгейская, девочки. Теперь только адыгейской солью солью, все. Заложила лучок. Все это дело перемешаю. Сейчас минутки две размягчится лучок, и я заложу уже морковку. Вот когда морковку закладу, да, уже как бы закрою я мультиварку чем-то как-нибудь. Надо пойти скотч поискать, девчонки. Вот так вот сейчас она размягчится, лучок. Минутки две. Пускай. Три. Да, короче, скотч был и скотча нету. Не знаю, что буду делать, не нашла я скотч. Не знаю, может, Коля забрал куда-то, ничего не знаю. Нету скотча, девочки. Не знаю, что нужно тут закрывать. Вот, смотрите, лук размягчился, сейчас заложу морковку. И надо будет закрыть крышкой, блин. Что делать, не знаю. Морковку заложила. Еще раз сейчас немножко посолю. И чем-то надо накрыть. Вот осталось до конца уже 21 минута. Ох, не знаю, что делать. Вообще, без остежки, конечно, беда. У меня есть мультиварка другая, но мне это... Кастрюли нету. Не знаю, сколько куда кастрюлю подевал. Одно сплошное безобразие, девочки. Выручила у меня кастрюля. Она, кстати, тяжелая. Двухлитровая, что ли. Видите, поставила. Но что делать? Ничего не сделаешь, девочки. Вот так вот нищеброды живут. Вода закипела. Сейчас я кисели развела. 200 грамм киселя. Развела. И вот сейчас 3 литра киселя сварю. Вот так вот делаем. Вот так вот. Раз и все. Мой любимый кисель. Ну, я вообще все люблю. Я хоть кисель люблю. Хоть компоты люблю. Хоть какао. Ну, как бы. Потому что вот... Ну, нету яблок. Купила кисель, видите. Вот посаду завтра поеду. Не знаю, надо каленке позвонить. Яблоки надо купить. И вот сейчас оно закипит. Ну, как, чуть-чуть. Закипит. И я ягоды запущу. Вишеньку подготовила. Вишенька у меня. Вот, видите. И все, короче. Сейчас вот оно буду помешивать. Периодически открывать. Кисель, когда разбавишь в холодной воде, в киселе не будет комков. Видите, кисель вообще без комочков. Сейчас закипит. Запущу ягоды. Свежие ягоды. Их не надо переваривать. Чтобы как бы по максимуму витамина сохранить. Сладости хватает такой. Но он не очень сладкий, потому что воды-то много. Но он такой, видите, кислеобразный. Как компотик. Но погуще чуть-чуть. Там, конечно, ничего хорошего. Потому что там сахар, конечно, это противопоказано. Но что делать, Бен? Что делать? Ничего не сделаешь. Сахар тоже нужен немножко сладкий для мозгов. Ну, конечно, горький шоколад желательно. Я иногда употребляю. Все съела. Желудки съела сегодня марта, да? Корм я ей давала. Я ее кормлю в 6 часов утра с желудком, я говорила, да? Потом сухой корм сыплю. Вот этот вот немецкий корм. Горсть съела ей и ходит. Сейчас ничего не дам. Только вот вечером сухой корм и все. Кушать стала вот только недавно. Так она, потому что к сырому мясу привыкла. Сейчас я уже говядиной не кормлю. Вот. Кубаться не дура. И вот даю, короче, ей сейчас сердечки сварю. Завтра штук 5 сердечков также с утра съест она у меня. А потом, утром, потом в 11 часов она у меня, значит, это у нее обед в 11 часов и в 6 часов. Ну, а я уже побольше где-то такую здоровую горсть сыплю. Она и ночью кушает, корм ходит. И, короче, все это за ночь съедается. Грамм 100 где-то корма съедает она у меня в сутки. Жарится, парится уже 15 минут. Вот, видите? Еще вот 15 минут и все. Тут уже будет мягкая морковка. Уже будет протушено мясо. Я мясо не пережариваю, хоть свинину. Со свининой люблю плов. Свинины есть, ну и сейчас с курочкой. И с курочкой хорошо. Псачок все дала. Все хорошо, девочки. Все размягчится. Плов очень-очень вкусный. Честно вам говорю. Уж насчет плова я вкусно готовлю. Сейчас я закрою. Ой, вот уже закипело. Видите, закипает это все дела. Сейчас положу вишнику. Вишнику, вишнику. Я сполоснула холодной водички. Вишнику. Вот и все. Вот так. И все, девочки. Сейчас минутки две. Цвет даст, отдаст вишни цвет, свой вкус. И я выключаю. Что я никак этот не могу поставить в режим ожидания. Караул, блин. Ну что это такое? Телефон не фурочит. Блять. Пальцы что ли мокрые, или чего ли такое, а? Ну посмотрите, что делается. Кисель сварился. Он какого красивого цвета, видите. Классный, не очень густой. Вообще не густой. Ну самое то, которое я люблю. Сейчас я налью в бокал и, короче, несу на балкон. Короче, манданулась у меня кастрюля на пол. Ну ничего. Вот еще осталось 3 минуты. Видите, все размягчилось. Все хорошо. Сейчас закладываю рис. Сейчас уже отключать можно. И поставлю я уже, посмотрите куда. Я отключаю. Вот, отключила. Вот так вот сделала. Все перемешала. Все сделала. Уже там полуготовую морковь, все дела, девочки. Итого 42 минуты, короче, тут готовилось это все. Закладываю рис. Я не стала... Вот риса очень мало. В первый раз готовили столько мало риса. И не стала заходить в магазин за рисом, потому что я тащила целую сумку. Ну вы видели, да, в предыдущем видео. Вообще караул. Сейчас я, значит, осыпаю приправу для плова. На рынке покупала. Там тоже есть у меня в роликах, где я ее брала. Так, две ложечки закладываю. Очень люблю барбарис. Барбарис в этот раз у меня очень мало положил. Там обычно, если другой мужчина работает, он прям ненормальный кладет барбарис. Так. Солю адыгейской солью. Еще надо, наверное, посолить. Или хватит, ну еще чуть-чуть посолю. Так. Теперь кладу туда. Чесночину. Так вот делаю. Чесночину надо положить, девочки. Прямо рис воткну. Вот так вот. Ой. Вот так. Чеснок люблю. Чеснока много не бывает в плове. Я вот сейчас весь доложу. Ну, а чем он так лежит? Уже давно чищеный. Может потом испортиться, чтобы не испортился продукт. Он очень полезный. Чеснок, вы все знаете. Вот. И заливаю кипяченой водой. Где-то на два пальчика высотой. Все, хватит. Залила. Вот так вот. Два пальца от риса. И ставлю, девочки, на этот. Тушится. На тушение ставлю на полтора часа. Вот сейчас поставилось. Сейчас время прибавлю. Час. Так, еще 30 минут. Ой, 40. Ну, пускай будет 40. Потом, если что, выключу. И на старт. Все поставила. Девчонки, закрыла и забыла. Вот. Товарищи, вот прошел час. Час прошел, видите, времени. Тут вот вода уже выпрела. Вот. Я сейчас при открытой крышке буду готовить. Посмотрите, какой красивый получился у меня плов. Я знаю, что он очень вкусный, потому что я готовлю не первый раз уже. И вот там, там, короче, жидкость. Да, я при открытой крышке сейчас его буду, ну, выпаривать еще полчаса, чтобы жидкости вот этой вышла она побольше. Видите, какой получается. Вот. Вот такой получается, девочки, плов. Очень-очень вкусный. Вообще. Развела я уже тесто для блинов. Тут я положила сегодня 2 яйца, пачка кефира, грамм 50 молока добавила. Вот. И, короче, сейчас я наготовлю блинов, короче, девчонки. Вау! Ну что, девочки, вот плов получился, закачаешься, все трубные косточки эти, как трубочки, да, вот эти от ног, вот такие вот, все убрала, потому что мясо отошло от костей. Все убрала. Рассыпчатый. Очень-очень вкусный, девчонки. Я плов готовлю, это вообще вот просто, я говорю, что это реальный плов. У меня все в шедевре одни. Плов рассыпчатый, вон какой рис. Безумно вкусный, какой цвет, как положено, все по технологии. Вот моя порция, девочки. Приготовила плов, значит, блинчики я приготовила с малиной и с малиновым вареньем. Вот мне мама готовила малиновое варенье. Смотрите, какое малиновое варенье. Ну, малина закончилась, получилось. У меня 4 блина с малиновым вареньем и 7 блинов, ой, с малиной, и 7 блинов с малиновым вареньем получилось. Вот такие блинчики получились, колечко будет рад. Сейчас вот я нарезала помидору, посыплю солью, свежие помидоры домашние. И заправлю оливковым маслом, девчонки. Вот и вам ужин. И кисель, мой любимый ненаглядный кисель, девчонки. Ну разве плохо? Чисто русское блюдо. Это же красотулечка, правда? Все а-ля улю, девчонки. И вот готовлю своей красавице сердечки, отвариваю. Поставила на завтра. Ну не то, что на завтра, а вообще последующие дни. Вот такая красотулечка, девочки. Чисто все по-русски, все по-людски. Ешь не хочу. Суп гороховый. Наваренный на первое плов. Завтра я еду в Марк-Пассад на полдня. По делам. Все, девчонки, у меня все сделано переделанно. У меня все убрано. Везде порядок. Все наготовлено. Все а-ля улю, трусы купила. Все. Послезавтра я еду вот уже к терапевту. Терапевту, гинекологу там. Потом, короче, зубы, сами понимаете. Сделала из зубы. Вылечу сердце, душу. Поставлю зубы. Покрашу волосы. Я еще раз говорю. Найду себе любовника. И буду я красивой и молодой. Люблю вас. Обожаю. Ставим лайки, дизлайки. Все, что хотите. Подписываемся. Ну, короче, нажимайте на колокольчик. Вот. И что вы скажете все по этому поводу? Да. Вообще. По поводу моей знакомой, моей подписчицы. Пишите в комментариях. Побольше в комментариях, девчонки. Пишите, пожалуйста. Давайте немножко раскачаем мой канал. Ну, а что вы прям не вредничаете? Пожалуйста. Ну, напишите хоть что-то. Хоть пару срочек. Хоть смайлик пошлите. Ну, не трудно же. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Надеюсь на вас. Продолжение следует.